Привет, девчата! Респект вашим парням, мужчинам. Меня зовут Виталий. Сегодня я продолжаю разговор о саморазвитии, который был начат в предыдущих видеороликах и продолжен. И непосредственно я отвечаю, помогаю вам в том числе ответить на 8 вопросов, которые задал о саморазвитии для женщин. И сегодня у нас очередной, последний вопрос, 8, который прозвучал следующим образом. Сколько потенциальных сексуальных партнеров вы видите вокруг себя? Ну, это же вопрос. Я предлагаю вам рассмотреть более глубоко, а именно, сколько мужчин находится в вашем распоряжении? Так вот эта формулировка, она более близка к саморазвитию. Итак, вы берете и считаете мужчин, которые потенциально могут быть вашими сексуальными партнерами. Так вот, как только вы определили такой круг мужчин, один мужчина, один, два, там два мужчины, не проблема, количество не важно. Важен сам принцип понять. Но вы ставите себе такую задачку небольшую. Я занимаюсь с этими конкретными теперь мужчинами, развиваю здесь свои навыки, мотивации. Именно содержание мотивации. Содержание мотивации – ваше саморазвитие. Ваша задача – проявить свои вот эти качества, которые вы наработали в процессе саморазвития, чтобы мужчины совершали те или иные поступки, те или иные действия в ваших интересах. И эти интересы – вашего саморазвития. То есть, вашей женственности, вашей исключительности, вашей индивидуальности, вашей неповторимости, вашей единственности. Только на эти задачи ставьте, направляйте мужчин, мотивируйте. Для чего мы делаем? Для того, чтобы ваше саморазвитие стало независимым от вас непосредственным образом. Чтобы вот этот круг мужчин, который вокруг вас существует, вы могли его расширять постепенно, постепенно расширять и мотивировать больше мужчин на поступки, на действия, направленные на ваше саморазвитие. Таким образом, ваше саморазвитие станет независимым от вас. Оно превратится в такое саморазвитие, будет вот эти все качества переместятся на ваше саморазвитие. Оно станет женственным, оно станет единственным, неповторимым, исключительным, единственным и независимым от вас. Потому что теперь мужчины берут на себя эти проблемы вашей саморазвития и привносят в ваше саморазвитие то, на что вы хотели потратить свое время. Теперь вы время, свободное время у вас появляется, и мы называем это новую характеристику вашего саморазвития. Женщина становится свободной, свободной от внутреннего саморазвития. Теперь вы к чему подходите, к какой интересной задачи? Вы теперь можете заняться самосовершенствованием. Вы теперь свободная женщина. Мотивировать мужчину на те или иные поступки с помощью вашей женственности, с помощью вашей исключительности, индивидуальности, единственности, неповторимости. Это очень вы умеете, вы сможете это делать. Вы этот навык, я рассказывал как его развивать в видеоролике, видеоролик там есть, как познакомиться с серьезным мужчиной. И я предметно там примерно объяснил, что вы отбрасываете все ваши критерии мужчин, критерии, один только критерий должен быть, что мужчина является мужчиной. И больше ничего вам не надо. Не надо там социальных никаких статусов, не надо материальных, экономических никаких статусов, не надо. Или там какие-то связи в каких-то проектах. Это все отбрасываете и оставляете только один критерий. Это мужчина. Он привлекательный в сексуальном половом плане. Вы его интересуете, этого мужчину, и он мотивируется, начиная от этого уровня. Понимаете? То есть следующий уровень мотивации, не сексуальной мотивации, а вы проявляете свою женственность. Проявляете, что еще можно проявлять? Проявляете самооценку его деятельности, проявляете свою независимость по отношению к нему. Показываете. То есть в качестве мотивации всегда получается те внутренние ваши потенциалы, которые вы раскрыли во время саморазвития, он направляется на мотивацию мужчины. И мотивация мужчины помочь вам в этом саморазвитии. Не сексуальным образом теперь уже. А сейчас вы как бы мотивируете его, и он видит, что он становится еще больше мужчиной, не вступая с вами в сексуальные отношения. Он еще больше мужчина, он еще больше мужественнее становится, он еще больше талантливее становится, у него больше появляется идей, вдохновения каких-то. То есть вы мотивируете мужчину написать книгу, и вы ее прочитаете, книгу эту, и вы эту книгу оцените. Мы совершенствуемся внутри, а снаружи происходит саморазвитие, независимо от вас уже. Благодаря тому, что вокруг вас расширяется круг мужчин, которые мотивируются вами. На начальном этапе, да, один там мужчина, два мужчина, три мужчины мотивируются как сексуальные партнеры. Следующий этап мотивируются мужчины, которые видят в вас женские качества, женственность вашу, ваши богатые качества женских. Вы их хорошо знаете. На следующем этапе, следующем этапе, мужчины мотивируются в виде вашей независимости. Хотят поучаствовать в формировании независимости, чтобы самим быть независимыми и так далее. То есть большой такой этап, серьезный этап саморазвития, когда мы встраиваем мужчин в наше саморазвитие, в результате мы становимся кем? Мы становимся королевой. Королевой в нашем небольшом королевстве. В этом королевстве имеются подданные, они занимаются саморазвитием, понимаете? И в результате этого саморазвития приносит вам какие-то плоды, это саморазвитие. А вы в это время занимаетесь чем? Самосовершенствованием. Вот такая простая схема. Как создать свое королевство? Как создать быть королевой? Этим видеороликом я хотел как бы подвести небольшой такой итог по этих всех видео. И сказать вам о том, что саморазвитие женщины, саморазвитие девушки происходит от самого рождения. То есть вы родилась и происходит саморазвитие независимо от вас. И это происходит до определенного возраста, допустим до 25 лет считается средний такой нормальный возраст, 25 лет. Девушка там, женщина созрела, она вышла замуж и родила там детей и тому подобное. И на этом этапе этого возраста саморазвитие заканчивается, возрастное саморазвитие. И вы начинаете ощущать такой дискомфорт, такую диссонанс внутренней самооценки. Самооценка ваша вроде бы высокая, все вы достигли, что хотели, что планировали, совершилось. И дальше ощущения от жизни изменились, совершенно изменились. И вы не понимаете, почему это происходит. Это происходит потому, что саморазвитие остановилось. Вы начинаете производить какие-то свои те или иные стороны жизни, пытаться их совершенствовать. А ощущение этого эмоционального наполнения не сравнимо с тем молодым возрастом, когда вы росли и саморазвивались независимо. То есть вы не понимали, что вы саморазвиваетесь. А сейчас наступает этап в вашей жизни, когда необходимо это саморазвитие опять запустить, заново запустить. Заново сделать толчок. Вот для этого я и записываю эти видео для вас, чтобы вы нашли смысл и понимание саморазвития свое, как постоянный процесс в вашей жизни, который приведет вас к какому результату? Какой главный результат? Вы будете молоды. Молоды. Всегда будете молоды. Вы будете выглядеть молоды. Вы будете эмоционально молоды. Вы будете интересным мужчинам. Понимаете? И вот этот критерий, когда мы говорим, сколько мужчин вокруг вас потенциальных, сексуальных ваших партнеров, их станет очень много. Когда вы будете достигнуть этого состояния молодости, не уедающей молодости, вы будете стремиться к этому состоянию, вы увидите результат. Когда вы будете заниматься саморазвитием и вкладывать в него свое время и свое желание и свою любовь, что вкладывать и то, что вам нравится. То есть самое важное в саморазвитии это то, чтобы вам это нравилось, чтобы это вам помогало, чтобы вам отклик был эмоционально, чувственный такой отклик. Поэтому, девчата, всех вам благ, здоровья, счастья. Смотрите мои видеоролики. Видеоролики будут еще по теме саморазвития. Пару роликов запишу, надеюсь. Может быть и другие темы будут. Тем не менее, подписывайтесь, лайкайте. С вами был я, Виталий. Будьте здоровы, счастливы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok